Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение партии в Сидмерс Цивилизейшн 5, в которой я играю за кельтов на карте Пангея. Если вы смотрите эту партию не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите её в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра! Да, ну он сейчас вроде не может захватить. А нет. А, он танком захватил. Ну что, самолёты строить? Ну тут ещё, видите, я лес вырублю, так что это нормально. И, наверное. Так что, это можно. И, наверное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему, строить можно уже... Строить и покупать можно всегда, по-моему, а кидать только... Да-да-да, как-то так... Продолжение следует... 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 они ведь еще алюминий требует поэтому не фонтан ну просто шпион пока не сидит в дублине он посадить в дублин шпиона и в трура наверное будет просто обстреливать тут строя к виду к столице парни не унывая бывший я тут всю защиту построил на еще милитары бэйс плен ну слабовато у меня защита конечно в городах давайте-ка я писателя сожгу блин ну неважно сейчас сожгу а вот и покупка все вот и в Так Спасибо. И следующим ходом куплю. Продолжение следует. 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 все атомные бомбы заканчивают строить осмотрю ой блин ну ядерные я имею ввиду ядерные потому что понятно что никто атомные не строить трудности период там на конгрессе сейчас пройдет штучка пускай лучше будет хотя бы 1 что это было это был охуенная здесь ну тут она можно тут можно это было просто офигенная не знаю ну типа того да ты кинул ядерку просто в никуда жестко у меня просто откинуло начале хода влево так так спешил прямо я вижу что у него один ход до ядерки вот она у него лежит начинала мне нужно было можно быстрее шмякнуть по городу она улетела там так ты по городу вроде не попал да ну я понял понял то есть ты вот настолько ты даже на меня не жалеешь ядерку но у меня было в ветерке одну кто с ним сизача на лайт другую на тебя ну как бы вот причем на дублин тут было больше всех войск один минус мне тоже будет закончить ну по-моему дальше еще об с каждым ходом у тебя все больше шансов как ни странно уже тут австриец австриец прям ну потому я я считаю что тут вот реально ты бы сейчас побеждал если бы ты не измерился тогда ся вам ты бы его забрал и все и вот я не про тебя говорю я про австриица а сейчас австриец у меня нет стелсов у него остался есть какая математика тебе нужна у него было четыре стелса на тот момент все он сказал не меньше не видишь смысла что и кто победил почему я думаю что как раз эфиоп еще может улететь я открываю пеницелет я не понимаю почему ты не нападаешь на сиам сейчас не пытаешься его захватить а пытаешься меня захватить и что и был бы сейчас там городе 25 опять хорошо нафига ты вторую на меня скинул я как каким боком здесь вообще к победе стою объясни мне потому что ты с людьми играешь общаясь с ними нету смысла наверно бомберы строить что нету все равно содержание надо будет стелс и строить давайте караванчиков а все равно пытается меня захватить я не понимаю вот реально в чем прикол а ну да тут у эфиопа нет шансов то есть реально у австрийцы есть шанс победить захватив сиан вот он побеждает но я лучше это обсужу потом уже когда лягу победит еще тут вы сами слышите как что происходит слушай лягу ну ты на него хотя бы кинешь ядерку просто с чувством морального удовлетворения и Так, Вейденбург не бегает, Дублин, Кардив и Струро не бегает. Вот, типа, зачем? Алексей? Что это было? Хочу Сектуну забрать, чего? А что, у меня есть какие-то варианты для игры? Ладно. Я что, не могу Сектуну забрать? Да нет, ничего, ладно. Без проблем. Нет, а что за претензии начались? Нет, ты объяснись давай, что ты там хихикаешь, а? Хихикает он там сидит. Понимаешь, тут ядерки раскидывает, хихикает там. У меня уже истерика. Я ядерки промазал по Сиаму. Хочу начинать все делать. Чтобы я еще раз пикал в начале хода. А там нету как раз у этого правила, что в начале хода не кидать ядерки? Нет? Только во второй половине таймера. Что? Ну это для того, чтобы... Ну ты вот сейчас пытался перекликать Сиам для того, чтобы убить его ядерку, правильно? Ладно, придется сидеть здесь. Еще что-то даже краду. Прикольно. Ладно, пушку пора продавать. А что там по правилам? Это если принять без ядерных ракет, все равно можно будет их кинуть, которые построены? Да. Ну это в самой игре, типа такая. Ну я понимаю, в самой игре, но... Ну про это ничего не написано, типа там можно, нельзя. То есть просто по тому, как это в игре реализовано. Ну вообще правильно, потому что там можно раньше принять запрет. Да. 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 Ну... Ну... Ну что... Так, Лиму, сколько там тебе осталось деталек? Ну, в принципе, если мы сейчас примем запрет ядерок, то у австрийца, по-моему, больше не будет Чувак, я тут в любом случае уже проиграл Ну, типа, я уже говорил, что улетает или Анатолий всех берет, то есть, так или иначе Ну, то есть, ну, скорее всего Ну, прикалывает то, что Анатолий берет меня при этом А не Сиан Да не могу я брать Сиан с его стелсом Ну, окей, у меня сающим ходом тоже стелс Потрясающе Иди, терь, меня бери Без того, чтобы сосредоточиться на лидере Действительно Действительно Можно к веером на всех разбрызгать Я понимаю, что он летает, я понимаю Но что я могу сделать, Адин? Не знаю, со мной ты один вполне неплохо справляешься Так, у меня 6 самолетов У меня единственный шанс отходов через 400 И детальки Не, ну серьезно, я сейчас могу апнуть в это А, слушай, Анатолий, давай мы замиримся Ты мне дашь денег, я апаюсь в стелс и го на Сиан Денег мне много? Ну, у тебя 400 Против автократа делать, Леш Он же, опять Нет, давай, давай, Легу Посидим, посмотрим, как ты тупо улетишь Ну, это уже нечестно Это уже интересно Ну, ты мне отдаешь Сектуну, Стокгольм Прикол То есть ты просто такой же Прикол, я могу не запирать дублин Не, чувак, забирай дублин Я не знаю Ты такой интересный Хочешь просто меня выключить из игры На что бы я тебе помог остановить Сиан Ну и в чем мой профит тогда? Ну, слушай, Ефер, дай хоть Хорошо, Сиан, ты мне дай денег Я буду с этим воевать стелсами Сиан, мне там всего 450 надо В смысле? Нашла? На ап в стелсе Я буду воевать стелсами с австрийцами Всю игру тебя кормлю Ну, это тебе выгодно, по-моему Нет, там на самом деле я хотел, чтобы ты намного быстрее забрал Или да, чтобы ты мне помог Как-нибудь противоавтократа сдержишь Так австрийц ему тоже помогал А ты ему кавалерии надарил А австрийц почти не помогал там ничем В конце он, может быть, что-то чуть-чуть подарил и все Ну, лягуй-то, все равно тебе не мешает сейчас выигрывать Вообще без проблем Предложил отличный вариант, но я тебе столь гоник вернуть не могу Ну, а я не могу играть без... не могу тебе помогать без шансов на свою победу Слушайте, а там прошло запрет ядерок, я не обратил внимание А, прошло, прошло Ты два раза ударил до прогрузки Ничего подобного Один раз я ударил до прогрузки, потом второй А потом ты убился об мой город им Я убедил, как он просто... Не, я... не, мы можем загрузить, но у меня видео есть Не стоит, не стоит, не стоит Слушай, Анатолий, ты, мягко говоря, уже начинаешь напрягать Ты ничего не делаешь его выносить, воюешь со мной Но у тебя не получается мои города захватить Но ты говоришь, давай мы признаем Лигу победителем Играй до конца, давай, пускай он улетит Но при этом ты не нападаешь почему-то на лидера Повыпендриваться, что ли? Повыпендриваться-то окей, ладно По-моему, выпендриваешься сейчас ты только Ты по какой-то причине Нападаешь только на меня Считая, что я как-то тебе чем-то мешаю О, есть ядерка и стелс Я тебя просил дать мне денег, это твой выбор Забирай все, что хочешь У нас еще есть эфиоп, который надеется, что мы тут будем все воевать, который может улететь Ты вот просто, ты не можешь победить, и ты сразу вот, все, давайте заканчивать Я не могу победить, но сначала партия Я думаю, ты понимаешь, что я не могу Нет Ну, а правили о том, что видео надо записывать И что? Ты победить в партии можешь точно так же У меня нет стелсов, я еще раз говорю, у меня нет технологии даже Я пошел в ядерки У австрийца есть свой алюминий Я показываю, что у тебя 7 Кажется, я мусорные заводы построил, сколько находятся Так, а где мой танк? А, вот он достраивается Не, давай, давай, танк еще Надо дублин забрать Это самый важный город в этой игре Скинул на него ядерку, высаживает Боже Я что, играю, дурочек, ты что, не понял, что ли? Лягу, ты считаешь Нормальный игрок вообще? Это у нас как это Совещание модераторов Я понял Я думаю, ему стоило в стелс идти Не, так а почему Почему он меня пытается забрать? Я не могу понять Я думал, он тебя заберет, честно говоря Не, ну Я должен был забирать, только я поленился Да, должен был забирать Но сейчас-то он зачем продолжает? Я, то есть, я на никакое место не претендую Я согласился, но Стокгольм отдавать не буду Все Мои условия такое, это условия такое Причем тут Стокгольм? Причем тут я вообще? Есть человек, который побеждает Который побеждает Тут вопрос в том, чтобы вдвоем на него напасть и вынести Но у меня должна быть мотивация это делать Просто так помогать тебе Потому что это именно помощь тебе Не имея никакой мотивации потом Чтобы у меня нет никакой возможности победить Это тупо Это Лягу может еще так же сказать Слушай, чувак, а что вообще происходит? А нахерена ты помогаешь? Я тебе реально до этого помог на него напасть Как и Эфиоп помог Но ты получил профиты только ты Только ты один получил профит Ты захватил его столицу Эфиоп потерял столицу У меня захватил города И говорит, давай еще пойдем на Сиам Мы говорим, нет, не надо И ты вот продолжаешь меня почему-то бомбить Без того, чтобы Сиам трогать Ну окей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну ему остался ускоритель И что там И еще что-то Снова висимый такой прогруз? Пока прогруз, видимо Субтитры Алексею Дубровскому! Да ладно, блин Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Блин, я случайно вместо того, чтобы подалить рабочего, нажал строк объектов авто самолет позже какой упоротый просто чувак engine ну сюда то он вышел да нет вот сюда он точно все вышел вот сюда он мог не выйти но я думаю что он вышел на то есть он во все то есть у него уже везде строится x же просто не могу к нему во все города посадить аэропорт у него инженерная тут engine настраивается два хода до двигателя у сиама нет ну у него две детали еще скорее всего я его только два только два города вижу что прикольно ядерка открывает я неплохо как разведу темная карта я тебе сказал я самого начала игры даже то есть то есть и к скинув ядер курагусу встретил да да я рагуза они нет рагуза не войну же бьет но когда я боевал с этим как воевал не давал расти ну чуть-чуть подстопаном как бы чтобы не совсем было дело нужно особенно я так далеко а Мне кажется, тут просто Легу повезло, что у него Зулус вообще никакой просто в соседях был. Зулуса столица была никакая, я не знаю, как он так туда пошёл, там просто не было еды. Он сидел на четырёх жителей хода до тридцатого или больше даже. Прям очень долго сидел на Малу, поесть своих жителей. Просто потому что у него, посмотри на эту углу, откуда-то вначале брать еду. Ну, вообще, вон рыба и две поймы, я так понимаю, рядом. Да, во втором радиусе, и их ещё обработай сначала, чтобы они нормально приносили. Ну, придётся обрабатывать, что же сделать? Ну, если он не строил фермы первым делом, не знаю, тогда вопросы. Блин, это по-новому, у меня было больше шансов это побеждать, если бы я сразу со шпионом разобрался и посадил бы их ко всем, чтобы, ну, может быть, они выбрали больше тех, когда бы у меня реально были шансы, чтобы эту опцию забыл. Спасибо. 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 Я думаю, что ты не успеешь. Так я тоже это знаю, но я ничего не могу сделать. У него XCOM и у меня они просто неоткрытые. Если кидаю на него ядерку, он мне забирает города. У меня алюминиевая территория только 3 и гипотетически это всего 9. С тремя заводами. Кстати, обращаю ваше внимание, что 219 ход. Темповая игра. Антитемповая игра. Главное вам, парни, смуриться. Весело же. Главное тебе стрелять-то, слушай, я бегу. Все равно я пограблю. Надо же отомстить. Не знаю, повлияетесь над верхним вообще, но... А вдруг? Ну так-то у него алюминия нету в этих... Он, скорее всего, уже в работе весь алюминий. Но мусорный завод построить там, если что, не проблема. Все, я думаю, следующим ходом. Ну, двигатель следующим ходом. Вообще, у него еще одна деталь как бы должна быть. Но я думаю, что она где-то строится. Ну, скорее всего. Не, что австрийцы, я хочу еще сектону с Стокгольмом захватить. Ты не заберешь. Ну, окей. А мириться-то зачем? Ну, просто ради мира, дружбы, любви и жвачки, я не знаю. Ну, это надо было намного раньше. А сейчас только жвачка осталась, это вот такая. Поюзаная. В волосах, да? Да, да. Что-то как-то мерзко стало резко. А где экран там? С песком и каменной рожей. Так вот. Saya не знаю. 16 ходов, ускоритель, трындец. Блин, захватить, я до сих пор смотрю захватить столицу Сиама, остановиться, пойти захватывать. Какой был план насчет меня до того, как я на тебя напал? Просто так интересно. Да я не хотел на тебя нападать. Смысл мне нападать на тебя, когда с правой стороны австрийцы, извинишь, перебил. Ну я тоже думаю, что смысл ему нападать, он ждет просто, когда на него нападут. Смысл. Тем более он там явно взял плюс 15% на своей территории, вот это вот в порядке. Тогда я бы сыграл, у меня тогда получается было больше шансов до вот этого нападения на Лего. Но нужно, все правильно, нужно было только побольше, я не знаю, что-нибудь отстроить и вот до сих пор прикрыть. Если у меня была с правой стороны автократа, я бы просто улетал и вообще ни на конь нападал. Ну и защищался. Ну да, он просто улетел, да и все. Так он и сейчас улетел. Ну улетел, улетел. Понятно, слишком поздно. Что поделать? Если у меня нет алюминия. Был бы алюминий, была бы совсем другая история. Ну почему у тебя есть алюминий? Потому что я вышел в верхнюю ветку, построил мусорные заводы, вышел в ядерное оружие и в мотопехоту, чтобы фигачить, потом мне это заблочили, то есть мы убираем кучу колд. И только потом я иду в стелсы. Ну я в начале говорил, что у меня куча алюминий, я могу вам давать его. Никогда нельзя полагаться на своих же врагов. Ну отлично, я понимаю. Тут все друг другу враги, но сначала. Спасибо. Спасибо. История소로 Hafencca 못 Историям в попarent genetics. Историям в спаже. rewarding Capital M2000 Все, на следующий этаж да? Может быть. browse кто там говорил быть что я не захвачу города не захочешь захватил уже сектуну что что ты можешь покажи мне сейчас сфотографирую и пришлю не надо пожалуйста пожалуйста ты попросил я сделаю просто ли гути хотелось финале я не могу отказать это же могу подносрать его кинути по ядерку но договорились я до этого договором вообще его не предлагать даже тоже на тебя могу кинуть не так я понимаю я же говорю что ты бы просто меня захватил тогда и мне короче это только в минус бы пошло ёш пошли на этого чувака на лягу он на следующий ход улетает пошли конечно мой мир да нет зачем я стокгольм заберу тогда мир и давай сборой набирай спасибо на очки пошла пошел счет нет я согласен на четвертое место я не претендую ни на какие-то места про все понятно вот все слышали да что я претендую только на победу в целу надо играть на победу а не на место все понятно вот все вычислить короче колецкого сам записывать всем будете показывать какой колецкий ты ты прежде чем вычислить и поясни вычислили что чтобы было больше не очень я расслаблен я поэтому можно просто не догоняю мне просто хочется ну тоже посмеяться над шуткой какой-то мы можем можно быть и слишком расслаблен ну пошли у тебя куча остался вынеси ему сразу слышала чувак успокойся пошли ну пойдем у тебя был шанс ты его потерял кучу ну Продолжение следует... 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 реки всегда лучше в такой ситуации прокачать прокачаться сады артемида сады нациг ставишь второй город караваны потом может сделать поставить армию я сделал ты мог забрать еще виттенберг не значит его не забрал вон гора река нормальный город был вот шестнадцатым бытия давал но но раз его он отбирает он там половины клеток это клетки давно там и не надо было клеток вот то что у него есть уже неплохо во вторых вверху мог заправить этот город на воде или раз на воде тебя что испугал город играться на воде я поставил от безвыходности вы на основании почти кого не было у меня только с этой был на воде и лунди которые захватил также рассуждаешь ситуации 202 ты открыл всю карту ты видишь все видишь все да и уже давно открыл их мог даже в том что захватить мог ради того чтобы я не получал бонусы я была почти всю игру 200 культур и вход вообще ничего не делали у меня было 100 веры вход вы при этом не пытались это предотвратить да 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 ладно окей легко ты самый умный парень и победил дает я понимаю да что вы все лучше играете чем я и все гораздо лучше место ставите города и захватываете гребешки правда это неправда и кони в вагоне слушай а вот слушай вот анатолий а зачем ты вообще живыми людьми играешь если ты ну то есть не в состоянии просто никак вести дискуссию мы же мы же обсуждаем не для того чтобы выяснить кто из нас сейчас красивше лучше умнее то что лигу победил это не не значит что он лучше нас он в этой игре сыграл лучше мы обсуждаем просто для того чтобы ну понять для себя что-то разобраться где-то лучше сыграть где-то хуже ну вот зачем ты постоянно такие выпады делаешь для чего не знаю не знаю как не крути начальная разведка решает там попроси границы дай там трейд людям чтобы посмотреть у кого есть уран чтобы ты открыл ран увидел у кого еще у меня у меня у всех есть уран я кстати кстати напомню что я нашел альдорадо в начале это мне вообще никак не помогло это я отключился или у всех замолчали ты отключился видим нашел эльдорадо купил поселенца за эльдорадо поставил быстро второй город в принципе города неплохие убил моего лучника скаута да да все было хорошо проблема это швед да и у шведа такая же проблема ну понимаешь да вот у меня получается вправо в принципе был эфиоп но вправо город ставить но трура я потом поставил но это реально город как бы четвертый такой с одной стороны с другой стороны по-хорошему у меня было куда города ставить но швед со мной воевал и по ну судя по общению с ним мы мы бы с ним никогда не договорились ни о чем просто это тяжелый человек видимо такой но это плохо пускай они дуэльки играют зачем они фа идут зачем файта это о дипломатии понял свои ошибки мне нужно было раз перераспелись злуса хотя бы морской город взять себе я было бы тогда три города морских три морских каравана в принципе нужно было больше городов я почему-то переоценил перк эфиопский это 20 процентов как-то не знаю что это хорошая штука на три города играть это плохо да это нужно городов 5 эфиопский самый лучший файл это именно их их вот эти стеллы кстати а ты религию основал эффект какую-то то есть просто удивительно что как-то тебя перели перели лиги ну я то да это еще ладно но но больше религии было у сяма и распространял я построил бурбудур миссионеров еще и пророка у нас распространял я передавливал пытался в булава я поставил я помню там что купил или нет потом еще это интересная стратегия интересная стратегия за эфиопию напомню что он не обработал соли и быстро строил библиотеку и только потом понимаешь то есть как это разница в том что я взял себе на две пшенички пантеон для плюс еду и за счет этого мне столица быстрее росла то есть вместо того чтобы на каком-то там стандартном пантеоне таком типа которого культуру или на веру и строительство рабочего типа вот эти вот условно условные молотки эти яблоки пускать в новых жителей то есть у меня сам сам это по населения было суши из нее перебью а можно просто почему справа ты спил бы город не стоит счастья не было или чего 40 к счастью куртах он там хороший город есть и нары ты в свободу играешь на тебе главное еда в городе вы было и да а остальное сами закидает я еще не знал что мне быть субботы я честно говоря хотел порядок принимать но с углем какие-то проблемы вот в один момент резко начали все очень сильно отставать я не знаю почему но я посмотрел график там там есть в один момент когда ты просто больше тысячи скакнул а мы остались на уровне там 800 что ну то есть мы там тоже поднялись но что что мои города начали очень хорошо развиваться меня никто не трогал вообще не трогал на русской гэшки начали за тоже едовая всем городам давал каждый город по полтора яблока столица 4 страну что каравана те же запустить прочь парни вот чтобы не всех игрушка сыграл турнир что в турнире сильно сейчас влияет шпионы я не знаю либо мне везет каждую игру я вот играет просто что не держит шпионов своей столице не держит шпионов собственно столица а если ты играешь там то что воруешь шпиона ноги это невероятно сейчас воровал ноги я лабы своровал я авторист если бы я не забайтился на вот эти начальные какие-то диалоги оставил бы шпиону всем столице убивал бы прокачался я бы еще большин кстати а кто не сучу приватами пользовался в этой игре и кстати еще интересно австрийц как как много ты кельту чего дал я просто сорен тебя в конце еще кинул где-то 40 золота вход не шведу шведу да веду шведу я дал где-то 200 может быть 300 больше голды и одного рыцаря да и видимо этот один рыцарь который я уже стал стокгольм брался самом деле я хотел чтобы лёша намного быстрее шведа забрал и он помогал мне разобраться с автократом тогда мы бы троем за как-то более на равных играли прикол а чем не тебе помогать подожди подожди сям а чем не помогать если ты просто конкретно очень далеко просто ну ты очень далеко вылетел те помогал золотом я надеялся на то что ты и что и теперь я должен тебе дать победу ты помогал и золотом ну ты помогал золотом для того чтобы именно вынести шведы и ты висерой что я от отстающую в игре был не проседал по науке из-за минус золота поэтому я каждый ход там тебе давал нормально золото бывает много бывает сколько было можно сказать половину с того что мне было отдавал дошли пилите встретиться я бы тоже пошел перед тебя потому что я с твоей стороны выше угрозу вот как когда-то не если мы вдвоем пошли я и да вот мне тоже интересно я только я только могу самолетами обстреливать и все не так туда даже дело не в том что даже себя был наравне то есть я могу только самолетами обстрелить я не могу к нему пролезть никак ты посмотри на карту то есть я к австрийцу пролезть ни в каком виде не могу то есть одна клетка кто он будет контролировать точно а где вы одесса этому эфиопу советовали город около сахара если бы если бы около сахара он поставил то я бы на него напал точно да ну можно было там на холм всегда можно вызвали ну не сама про я уже понял нет если четвертый город не нужен был мне нужно было забирать город сожженный с зулуса там по итогу там еще не сбылает то есть там нормальный город то есть а ты сам играл в два города долго потом забрал просто зулуса все города недолго есть больно сразу же он гунгун ловует захватил потом я я был унди сразу забрал там несколько ходов там подбежала просто австрийская коляска я подумал что высоко тащит упадет я кинул за этого мир кстати это ломщик вышел кстати я думал сзади еще коляски вот тоже была реальная возможность между прочим анатолий потому что там не было видно его армии за то что я был впереди там лишь там со шведом воюет я не знал как он парень и он был не был последним была возможность в самом начале игры наклепать колясок наклепать коней которые быстро бегают и быстро добежать но я еще раз говорю у меня не было я не видел не сукатай я видел такого границ я не видел не не его город не там кидачном че зулусу не не было видно поэтому был было поэтому я решил просто сделать то что понадежно построить нужны разведка в итоге решает нужно все равно даже если умерли там в какой-то момент построить себе пару разведов или там рыцарь в коляске не нужно побегать посмотреть в тот момент ты меня прям легко я думаю забрался строил армию решил развиваться просто я я же по моему только что по этому поводу то есть я построил два разведа два разведа саблет ну прямо изначально там до амбара до рабочего сразу два разведа просто что я вот это понял что разведка решает когда посмотрел достаточно много игр этого самого слэйра подбора вообще отличный город а между прочим да странно суши тут крабы до краб рыбы которого не было тебе стоят лишь говорит обстрел фиопский город ой этого злуса город который ты жёг то есть но ты все равно мог бы и даже потом поставить не был особо говорил слабо что не было бы булавая сожгли да и все те самому надо было к этим булава этот брать просто так и по его брать его его сжечь потому что город но это прямо под полиция подо мной ну вот да потом генералом не отъели кусок это же неприемлемо генерал это уже в конце у него все-таки были хорошие места у злуса я щекся очень играл тут был бы я изначально я короче изначально родился на берегу вообще на пустом ничего не было видно только две соли в столице я шагнул на две клетки вниз и за счет этого получил третью соль и две два ресурса по три еды там видите как важно все таки фуфа вот все говорят обычно говорят что вот фуфа важно какое у тебя место какое у тебя место я считаю что намного важнее какие у тебя соседи то есть с любым местом можно вытягивать но если у тебя сосед либо не умеет играть его там быстро захватывают либо наоборот умеет играть и на тебя нападает там и всячески мешает то это очень тяжело то есть для этого собственно и нужна на то ли дипломатия ты говоришь кухонные разговоры ну а что кухонные разговоры не дипломатия разве а что просто кухонные дипломатия там играет 6 поломы и чем-то дипломатия для меня я понял это такие дипломатические делегации думаю дипломатии лавров там какой-нибудь такой наше костюмчики там и нибудь арабы там и не так это русские жмут друг вот ассоциация такая ассоциация и поэтому сделал турнир в котором нет дипломатии в котором все дипломатия сводится потому что все договора решимы кроме давай не будем кидать друг друга ядерки или давайте только улетать не в этом есть тоже нормальная идея не понимаешь дело в том тут именно что ты должен так объяснить человеку чтобы он понял что ему это невыгодно нападать не потому что вы там вот это заключили пакта реально чтобы вот было ощущение что вы какую-то там общую идею продвигаете или вас общая там как какая-то цель для этого мира а просто заключить защитный пакт ради того чтобы не нападали но это мне кажется как раз даже больше дипломатии не меня такое ощущение без этих все равно ты вот заключишь с кем-нибудь а он типа тихую подстроит армию тебе ударит в спину потому что договора по правилам игры рушимы и ты ничего не сможешь с этим сделать ну за просто обманул нет просто ты с ним заключил мир вот просто давай а давай не воевать вместо того чтобы объяснить ситуацию для чего тебе для чего ему этот мир для чего тебе этот мир просто просто настроить ударить спину это тоже не самый лучший вариант потому что в дальнейшем если у тебя не получилось то ты собственно получил на всю всю оставшуюся игру пускай там не упора того соседа но соседа который просто тебе не будет доверять все дальше и ты уже с ними о чем не сможешь договориться в принципе то есть это надо как-то понимать для этого дипломатия нужно опять же опять же ну вот меня вот вот эта вот игра где он мы там срёмся с дигом из прочее там вот я был в ситуации считаете шведа у нас сидел русский с которым граничу только я и там далеко где-то осирий с у которого соляной старт офигительный и он просто раз за разом на меня нападал раз за разом нападение и тут у меня получалось дипломатия уговаривать других людей тоже мне помогать и на него нападать чтобы он всех не взял правда к сожалению не получилось в итоге но его уговорить вот в чем проблема посидеть развиваться меня не получилось к сожалению но это ему не помешало победить все равно вот тут и вот это интересно с этим то есть ну понимаешь есть если у тебя будут одинаковые у всех места все будет одинаково то это не надо никакого там дискорда не надо тут на хай просто все загрузили игру посидели подвигали домики победил тот кто лучше в ней разбирается и все разошлись но это так себе по-моему а так как тут есть и стратегия и общение и разные возможности то за счет этого собственно 5 целый и живет так долго в этом идее а это чтобы замедлить развитие мне кажется потому что слишком быстро пролетали без них и так путают без них лучше потому что это просто ну так почему а если у тебя очень плохой старт да если ты дипломатически как-то попытался выжить за счет договоров ты можешь потом выехать а так получается у тебя эта возможность обрубается да и так и так все со всеми получают договора и так и так его он все равно выполнить свои два договора все равно да кстати если нет ограничения два договора тебе нету допустим смысла заключать договор сиам например сиам был лидер можно было просто между всеми заключать или типа вам не заключать со мной если там вам не оказался лидером по науке и за счет договором догонять я я бы тебя захватился дальше пошел наверное да со временем я не знаю может быть да есть обстроил армию постоянно его мочил да я не знаю просто сколько у тебя было танков там 5 танков что было более того я и я бы может подключился я бы еще может подключить 7 танков у тебя был если 7 танков то нет у меня не много было танков то есть они там умирали я думал у тебя там еще за день не знаю штук 20 их нет 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 так и что ты не знаю штук 7 мы бы просто с тобой ну не знаю всю игру бы просто ковырялись у меня просто было еще 9 бомберов но я их не мог пересадить в этот сухой тай потому что менди таги вот до тех тех парней стояли за ним там держал тоже контроль так а ты ж на море у тебя вроде города есть авианосцы построить и бомбию посмотри на этот город вот там один холм город на град ну да я бы поставил там его поставил просто в нем потому что больше всех клеток которые дают 1 1 еды одно промки хорошо отчет тогда слева не поставил там где вино вот нефти тут и тут холмов там очень мало очень мало то есть там выбирать через 15 жителей в том городе там было было хорошо легко да а караваны ей возьму чтобы вот и дать у меня тоже что у него куски было много караванов я было два морских каравана давала ты не станешь вытертой с моей у тебя реки и побережье на которых ты по столице у меня раваны по 11 жратовы каждый караван сюда огромные рейки запомню там можно было разбить учитывая что там много были озера на которых фермы строишь и были холмы там ты бы получал обсерватория лаборатория нормально даже 15 жителей зашиблись что город слева от моей столицы в пустыне вот его разлил до 15 жителей нет это я не ставил то что поставил для самолетов и для чего я может быть просто бы монако и брать славу забрал также и виттенберг я думал о монако монако и вплотную дублин я не видишь там дублин на видишь там плотную стоит короче там войсками стоял там алексей просто джунгли были я из-за этого бы его захватил так как бы давала по тебе науку учитывая что у тебя нет холмов неплохой город бы опять же он был бы 15 как он сейчас и есть он тебе опять же давал бы 200 кстати да ты мог мог монако захватить и например помочь тому же шведу и вынести меня также это было ничего не можете сделать и упарывать я просто рыдала часть ну вот я не знаю вот зачем это швед мне непонятно да но с другой стороны у тебя не получилось уже пошел забрал ггшки да то есть просто вот до конца просто идти до конца и чтобы вынесли ну себя дуэлька получилось в итоге со шведом благодаря тому что эльдорадо и ну вот блин я не знаю хотя наверное если бы я пик ты не строил в начале можете он бы не так сильно на это реагировал я он обвел мне войну когда я шел от что там от кахоки к библосу дань забирать вот я взял ватикан кахоки шел к библосу там по моему двумя пиктами мог его довольно таки быстрее захотел забрать читает но ты ждание я так понимаю собирал 1 2 и он был вполне вот такая территория числа бы а там коляски хреново пробегают там одна клетка всего то есть не надо колясками иначе или через лес идти да то есть строить дороги строить а он к этому моменту когда пошла война он кучу настроил он просто начал везде строить эти пики не пики как копия и лучников ну и он отбивался он терял юниты но отбивался города не падали потом мы отошли дошли до арбалетов начали на арбалетах то же самое потом на арбалетах не получилось отошли пошли уже на кавалерии и арте и кстати я думал что у него будет лучше просто потому что там же у него этот уникальный юнит его это каролинская пехота и хаккапеллиты но как ну да хаккапеллиты мусора вот караинская пехота очень неплохо но он как-то и мало использовал честно говоря да да ну я просто расставил вокруг сектуны арту и просто сначала довел до нуля сектуна потом отщелкивал все его и ну еще и у него стена блин вот моя ошибка была что ему стену до построить вот это точно ошибка он полетел самолеты он построил один самолет не даже три по моему стокгольме было почти успел да но в итоге вот эта арта продавила слишком 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 много я вложил в итоге в эту войну так получено и что мне отдал дала за захват шведа и себе сидел развивался без войны я намного быстрее во все это вышел и я бы реально могу его рамуга раньше забрать ну а что делать а никак не ну он наверно тоже понимал что если он со мной заключит мир то я в любом случае потом приду к нему опять отключился я отключился да ты говорил говорил я ну это это просто на альте наверное кнопка отжалась я говорю что если бы сидел развивался все равно в итоге пришел к шведу и он бы и он наверное это прекрасно понимал то есть я бы поставил четыре города развился бы до арты раньше него стопудовое все равно в итоге вы к нему пришел с другой стороны он мне опять же ничего не делал то есть все вокруг его городов крутилась блин тупая вот тупо такое месторасположение конечно у шведа тупо внизу эти укоры ему ничего австрийц не может сделать то есть я не могу австрийца подговорить на шведа напасть никаких вообще вариантов и сиди а у меня например далеко эфиоп то есть и в принципе на меня никто не может напасть в это время и вот сидим в дуэльку играем все я закончил ну что спасибо за игру спасибо что досмотрели до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царе до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры